Радио Россия была одной из первых стран где началось регулярное радиовещание 23 ноября 1924 года в эфир был передан первый номер радиогазеты Уже через 5 лет из Москвы началось регулярное навещание трансляции радиопередач на зарубежные страны Явлахов, Обухов, Венгерова Именно эти имена были услышаны советскими радиослушателями при первом советском радиоконцерте В программах вещания значительное место занимали трансляции партийных съездов, конференции, передачи для детей, образовательные программы Если говорить по истории радио, то есть по тому, как оно рассылалось Здесь можно, знаете, о чем сказать? Коммерциализация радио, конечно, дала свои плоды То есть это курс на развлекательную функцию радиовещания, во-первых Потому что в Советском Союзе все-таки было больше, наверное, функционировало радио посвятительски То есть немножечко другой функционал был это, во-первых Во-вторых, сегодня радио, конечно, это СМИ, которые пытаются освоить мультиформатность То есть это подкастинг, это движение в сторону интернета радиовещания Это разработка приложений, то есть есть радиостанции, которые, ну, я не знаю, можно там на плей-маркете купить приложение Это не купить, а скачать приложение и, в общем, слушать радиоприложение На радио работает целая команда профессионалов Чаще всего она состоит из выпускающего редактора, корреспондента, звукорежиссера, техника и радиоведущего Многое здесь зависит именно от последнего, поэтому есть ряд требований Ведущий не должен шепелявить, картавить и иметь другие проблемы с дикцией Он должен быть харизматичным, чтобы слушатели получали удовольствие от программы и им не было скучно Также обязательным является эрудиция, начитанность и умение правильно расставлять акценты Чтобы сформировать у слушателя мнение по определенному вопросу и воздействовать на него Когда я работала на радио, ближе всех для меня были, конечно, те, кто выходил в эфир Это новостищики, с которыми я работала непосредственно И это, конечно же, радиоведущие, диджеи, как их принято называть Ну, наверное, потому что это творческая часть команды Хотя мы работали, в принципе, и со всеми И со звукорежиссерами, когда записывали программы Это, конечно же, музыкальные редакторы Потому что на радио коллектив вообще очень теплый К преимуществам радио можно отнести доступность и способность донести информацию в любую точку мира Радио не требует визуального восприятия, что позволяет слушать его в любое время и в любом месте Кроме того, радио способно создавать уютную атмосферу и передавать эмоции через звуки и музыку Когда жизнь такая многозадачная, очень удобно заниматься своими делами и при этом слушать радио Но, честно сказать, вербалику, то есть то, что в информационном смысле радио нам дает Я воспринимаю скорее как, я не знаю, со стороны исследовательского интереса, что ли То есть для меня это скорее работа А слушаю я что-то типа, я не знаю, радио Релакс ФМ, например То есть там, где можно слушать музыку фоном, вообще без вербальных включений Для меня это просто расслабление И, безусловно, для меня это самое любимое средство массовой информации По крайней мере, если говорить о традиционных СМИ В век цифровых технологий радио по-прежнему остается самым популярным средством связи Согласно опросу в ЦИОМ, радио в стране слушает каждый второй россиянин Поэтому, несмотря на появление других медиа, оно по-прежнему остается актуальным Ашот Крапецян, Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универ Новости Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова